Богдинско-Баскунчакский заповедник – одно из уникальных мест нашего района. Тут тебе и самая высокая гора при Каспийской низменности, Большое Багдо, и уникальный растительный и животный мир, и знаменитое соленое озеро неподалеку. А какое здесь красивое цветение степных тюльпанов! На все это ежегодно съезжаются посмотреть сотни туристов. Ученые проводят в округе исследования, а съемочные группы даже снимают масштабные кинопроекты. А теперь нас посетили и школьники-биологи, из кружка юные исследователи природы при биофаке и МГУ в рамках своей полевой практики. Остановиться решили в Зеленом саду. Им очень интересен наш заповедник с точки зрения изучения, то есть они хотят провести определенную работу, исследование, и поэтому они посетили нас в этом году. Хотя были тоже у нас уже не раз, правда большой период времени прошел, как они сами говорили, то есть 2002 год, 2012 год, и вот спустя все-таки такое время, 8 лет, опять захотели приехать к нам. Кружок ЮИП, базирующийся на звенегородской биостанции, объединяет около 40 подростков, заинтересованных в углубленном изучении биологии. Поступить туда непросто, конкурс достаточно большой. Однако, если стать юнатом, все-таки удалось, готовьтесь к насыщенной жизни. В частности, ребята из ЮИП активно участвуют в научной работе, помогают ученым-биологам. По выходным дням увлеченные природой занимаются освоением лабораторных методов исследования и, собственно, путешествуют по заповедникам России. У нас проходит зональная практика от Ростовской области до Дагестана, и мы ездим по заповедникам. И Богдинско-Баскунчахский заповедник – это наша финальная точка, завершающаясь. Здесь мы подводим итоги, и здесь мы тоже смотрим ландшафты, природу, как и в остальных заповедниках. Мы ездим очень давно нашему кружку, более 25 лет, и все это время мы не менее 8 раз в году с ребятами куда-то выезжаем. У нас существуют определенные программы, среди ребят существует определенный рейтинг, и для таких вот поездок мы отбираем только лучше. Итак, группа в составе четырех юных биологов и руководителя кружка прибыла в Богдинско-Баскунчахский заповедник. Расположившись на территории поселка Зеленый сад, компания приступила к ответственной работе – обследованию окрестностей, изучению принципа работы с живыми объектами в природе, освоению методов полевых биологических исследований. За отведенное время юнаты провели исследования по четырем направлениям – грибы, лишайники, деревья и кустарники птицы. Руководитель кружка отметила, что намеченная программа выполнена на 100%. Мы в этом заповеднике четвертый раз, и я надеюсь, что не последний, потому что заповедник для нас очень интересный и с точки зрения разнообразия ландшафтов. Здесь мы можем показать и степи, здесь мы можем показать самую высокую точку при Каспийской низменности – гора Богдо и со всеми ее обитателями. Это удивительно уникальное место. Здесь очень разнообразная орнитофауна, то есть разнообразие птиц большое, хищные птицы очень интересные, которые можно тут наблюдать. Мы производили сборы насекомых, в том числе и в заповеднике «Зеленый сад». Здесь у нас представлены несколько отрядов, ну, конкретно в этих двух коробках. Это у нас жидкокрылые калиоптера, полужескокрылые, химиноптеры – это перепончатокрылые, двукрылые диптеры, кожатокрылые или уховертки дермаптера. Скалопендры у нас есть, это не является насекомым, но членистоногая. И в следующей коробке у нас богомолы и прямокрылые. Саранча есть, но конкретно какая, нам сказать, трудно, потому что не все группы насекомых можно определить в поле. Богомолы – то вот у нас есть богомол религиозный и молельщик – два вида. Дальше у нас идут кобылки различные, то есть прямокрылые. Прус итальянский, голубокрылая кобылка. Мы много всего посмотрели, много всего увидели. Мы собирали разные растения, вот опять же насекомых вам уже показали. Собирали также грибы трутовые. Мы нашли интересные виды акаций, очень красивые. Есть виды, которые у нас, например, не растут. Например, глядичья. Трехколючковая, да. Также мы нашли гречавку, которая обитает вот в альпийских лугах. Вот, например, чина. Очень тоже мы собрали это в горах. Она обитает вот тоже на альпийских лугах. И вот весь этот гербарий позволяет рассмотреть поближе биотоп. У нас зональная практика, и поэтому сборы мы собирали на разных стоянках, да, в нескольких местах. Там совершенно отличаются условия обитания, поэтому и растения очень сильно отличаются. У них есть свои приспособления для обитания в той или иной среде. Полученные знания, а их, как мы видим, немало, в дальнейшем помогут ребятам стать профессиональными и опытными биологами. В этом уверены все члены экспедиции. К слову, помимо исследований юнатов, интересует и охрана окружающей среды. В будущем некоторые из них именно благодаря зам в этом направлении смогут построить свою карьеру в заповедном деле.